Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Оказалось, что Байден не виноват в том, что плохо провел дебаты, это у него команда прокололась. Мол, какие-то ненадежные люди оказались в Белом доме, непрофессиональные и практически подставили президента. Больше всех подставила, вы таки не поверите, пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, об этом сообщается большая аналитическая статья в Associated Press. Впрочем, сама Карин Жан-Пьер, разумеется, просто пыталась выполнять свою работу. Но это же не имеет особого значения, когда срочно надо найти виноватых, причем все заранее знают, что того единственного, кто реально виноват, как раз срочно требуется отмыть и обелить. А значит, в плохих дебатах Байдена виноватый назначит его пресс-секретаря, потому что, гладиолус, причина найдется, было бы желание. При этом самой Жан-Пьер дали слово в издании, но как раз для того, чтобы потом все слова вывернуть наизнанку. Вот последнее. За закрытыми дверями демократы в Сенате выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, сможет ли Байден победить на ноябрьских выборах. Настроение демократов на Капитолийском холме мрачно неопределенное, поскольку Байден сталкивается с призывами выйти из гонки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник размышляла о необычном моменте для президента и его команды, поскольку вопросы о возрасте и умственных способностях 81-летнего президента говорить торпедировать его мечты о перезбрании. «Это было беспрецедентное время. Мы имеем дело с новым моментом, с которым никогда раньше не сталкивались», — сказала она о пристальном внимании к президенту, — говорится в статье. А вот потом началось. Оказывается, что Байден дал меньше интервью, чем любой из президентов за последние 35 лет. Кто виноват? Карин Жан-Пьер, конечно же, кто же мешал ей чаще организовывать интервью для Байдена? Он бы чаще падал, чаще здоровался с призраками, чаще путался в именах, зависал перед камерами, а главное, мы бы услышали еще больше альтернативных версий его биографии в авторском исполнении. Оказывается, Карин Жан-Пьер назначала мало пресс-конференций. Оказывается, Карин Жан-Пьер мешала Байдену, кто бы мог подумать общаться с прессой. Ну, правильно, сам-то Старина Джо был готов к форматам вроде прямой линии длительностью до 4 часов в прямом эфире, без шпаргалок и постановочных вопросов. Кстати, самые большие претензии именно за то, что пресс-служба Белого дома уже не просто стала требовать от журналистов, как было раньше список вопросов, которые те будут задавать президенту. Это прошлый век. Это были блаженные времена Псаки. Теперь все пошло дальше. Теперь в Беллом доме журналистам дают список вопросов, которые те должны будут задать, и Байден все равно лажает в прямом эфире, как известно. Но в его лаже все равно виновата Карин Жан-Пьер. Как раз в тот момент, когда вы думали, что команды президента по связям со общественностью потеряли весь свой авторитет. Они мчатся к одну и полны решимости продолжать унижать президента и первую семью ошибочными и плохими методами отношений со СМИ, которые день от дня подрывают его авторитет. Пишет экс-сотрудник Белого дома по связям со общественностью Майкла Роса. То есть, понятно, надо было всего-то уволить эту самую Карин Жан-Пьер, и Байден давал бы по 10 многочасовых интервью в месяц, в прямом эфире, без падений, зависаний и оговорок. Но злая пресс-секретарь нарочно не давала разгуляться бодрячку президенту, потому-то она во всем и виновата. У Запада, день траура, его совсем уважать перестали. Саудовская Аравия заявила, что сольет все ценные бумаги Европы, если Европа конфискует активы России. А за саудитами, очевидно, то же самое сделают все остальные. Даже если бы Урсула и Борель пять раз конфисковали по 300 миллиардов, то и тогда не покрыли бы намечающегося убытка. Собственно, тут речь даже не об убытках, а о полном крахе финансовой системы ЕС. Саудовская Аравия предупредила страны Большой Семеркиш-7, что продаст все европейские ценные бумаги, если Запад решится на конфискацию замороженных активов России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Крокодил не ловится, не растет кокос. А гегемония? Не гегемонится совсем. Ну что это такое? Какие-то саудиты заявляют, выдвигают свои решения, условия ставят. Говорят Европе, самой великой Европе, чтобы не смело ходить туда-то и делать то-то. Эдак бог знает, до чего докатиться можно. Эдак можно дойти до того, что придется международное право соблюдать, а не влезать в Ливию и Югославию всякий раз, когда только вздумается по щелчку пальцев. Причем больше всего прищемили хвост Макрону, про которого прозорливый Федор Лукьянов, один из ведущих наших политологов, сразу отметил, что дорогой Эммануэль сейчас слегка встрепенется, очистит перышки и снова начнет чирикать. Как выразился наш эксперт. Ведь именно глава Франции наводил суету больше всех, именно ему не сиделось и спокойно не жилось, аж из ботинок выпрыгивал, как тянуло его поучаствовать больше всех. Ну так Саудовская Аравия ему и намекнула, тоже больше всех. Власти Саудовской Аравии сделали небольшой намек, из которого следует, что совсем не по себе будет именно Франции. Один из источников описал это как завуалированное решение. Саудовцы специально упомянули долги, выпущенные французским казначейством, сообщает Блумберг. Прям даже начинаешь разрываться, очень хочется, после такого-то, чтобы Макрон все-таки не удержался и конфисковал наши активы. Чтобы потом полюбоваться на нищую, побирающуюся Францию, которая мигом улетит не то, что в свои 90-е, а в свои ревущие 20-е. В Германии власти, наконец-то, начинают осознавать масштабы проблем, до которых они уже довели страну и продолжают совершать глупые шаги по их масштабированию. Сам канцлер Шольц в сентябре 2023 года выдал в эфир информацию о том, что в ФРГ существуют экономические проблемы. Ливер все больше отдает душком. Он попытался свалить все на возросшие цены на энергоносители и снижение экспортных поставок. Как же любят руководители стран коллективного запада сваливать с больной головы на здоровую? Как будто не сам Шольц принимал решение о переходе на зеленую энергетику. Не он инициировал разрыв отношений с Россией. Не с его легкой руки прикончили последние АЭС в Германии. Не по его указаниям изо всех сил поддерживают все ограничения США на Китая и начинается развал отношений с главным экспортным партнером ФРГ. «Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста», заявил руководитель Министерства финансов, глава либеральной свободной демократической партии Кристиан Линднер. По данным немецкой статистики, промышленное производство сегодня пытается побить рекордное падение времен мирового финансового кризиса 2008 года. Немцы сами выбрали вместо использования российского газа в промышленности нюхать американские молекулы свободы. Даже небезызвестная Урсула проехалась по немцам, утвердив прогнозы Еврокомиссии по развитию экономики ЕС, где черным по белому написано, что рост замедляется и те планы, которые были намечены на ближайшие полтора года, не будут выполнены. А дальше подвела итог, во многом из-за Германии. Про индустриализацию немецкой экономики сегодня не говорит только сильно ленивый. Про причины, что это из-за разрыва отношений с Россией тоже. Здесь все понятно. А вот дальше начинаются новшества. Министерство финансов ФРГ нервничает. Линднер с тревогой сообщает, что власти не сделали никаких выводов, которые могут исправить ситуацию. Следовательно, экономический рост и дальше будет идти со знаком минус. А это приведет к невозможности гарантированно обеспечить граждан Германии пенсиями. Мы же понимаем, что такие заявления делаются, когда дела совсем плохи и население просто готовит к реализации неблагоприятного сценария. Министерство Линднера составило целый доклад на тему провала в экономике и попробовало привнести новую струю в трактовки грядущих перемен в стране. Оказывается, во всем виновата не только правительство, но и обычный демографический провал. Неожиданно выяснилось, что население стареет. Трудоспособного населения не хватает. Работать некому. С мигрантами проблема, их мало. И дальше Линднер пытается найти выход и зарабатывать деньги, не работая. А давайте создадим специальный фонд. Такая гениальная мысль главы Минфина. Все как всегда. Лозунг «Где бы не работать, лишь бы не работать» выходит на первый план. Взять деньги, вложить в акции и полученный доход пускать на пенсии. Фонд предлагается создать на основе займов государства. При нынешнем проценте заимствования и скачков стоимости ценных бумаг такое мероприятие правительства, по словам крупнейшего профсоюза Кристиан Беннер, шаг в неизвестность. И это решение никак не повышает защищенность гарантированных выплат по выходу на пенсию. Член Бундестага Германии Сара Вагенкнехт отреагировала еще более однозначно и назвала подобную реформу пенсии в казино. Красиво звучит. Исходя из всего вышеописанного, можно с большой долей вероятности сказать, что драматические события с сокращением пенсии в Германии уже скоро могут стать реальностью.